Всем огромный привет! Меня зовут Таня, и сегодня мы с вами поговорим о самой актуальной теме. Ведь на дворе у нас уже декабрь, и согласитесь, что это такое чудесное время. Я обожаю декабрь за его невероятную праздничную атмосферу, за этот запах мандаринов, за эту елочку красивую. Обожаю наряжать елки, обожаю счастливые лица видеть на улицах, эти огоньки по всему городу. Я вообще считаю, что декабрь это самый лучший месяц в году, ведь в декабре мы все с вами ждем чудо. И главное чудо декабря — это рождение нашего Спасителя Иисуса Христа. О его пришествии говорили еще ветхозаветные пророки. Несмотря на то, что это было очень давно, эти пророчества сохраняют свою актуальность и по сей день. Ведь верующему человеку они помогают более глубоко и осознанно понять то, во что мы верим. А неверующему человеку они свидетельствуют о существовании Бога и его участии в жизни человека. Сам факт того, что эти пророки за много сотен лет в точности предсказали и место, и время рождения Иисуса Христа, свидетельствует нам о том, что Бог действительно говорил через этих пророков. Рождеству предшествует Адвент за такое особое четырехнедельное ожидание и подготовка к празднику. Каждый из четырех Адвентов имеет свою определенную тематику, связанную с рождением Иисуса Христа или с его вторым пришествием. Мы с моим мужем будем зажигать свечи Адвенты и дома, и в церкви. Каждая свеча имеет определенный смысл. Поэтому христиане в это время особым образом читают Писание, где рассказывается о событиях того времени, о значении и о втором пришествии Иисуса на эту землю. С Рождеством связано много традиций, но я вам сейчас расскажу о нескольких из них. Итак, первая традиция — это рождественский календарь. Это такой особенный календарь, который показывает нам время, оставшееся до Рождества. Он может быть в виде открытки на стену, например, или в качестве картонного домика с окошечками, где в каждом окошке лежит конфета, или там записка с пожеланиями, или местописание из Библии, ну или какой-то маленький подарочек для своего ребенка. Мне кажется, это очень здорово, когда ты просыпаешься, и ты знаешь уже, что тебя ждет такой подарок. Да, муж? У меня в этом году будет вот такой календарь. Это стаканчики, и они все пронумерованы, то есть с 1 декабря я туда положу какой-нибудь небольшой сувенир. Вторая рождественская традиция, и она тоже связана с подарками, это вот такие рождественские носочки. Вы наверняка видели в фильмах зарубежных, как родители украшают ими камины, ну это, например, декоративные носки или там чулки, или такие сапожки, знаете. И это всегда происходит в канун Рождества, чтобы детки утром нашли в них подарочки. И еще одна рождественская традиция, это, конечно, атмосферные украшения для дома. Я обожаю рождественские венки. Я вот сделала такой. Его можно повесить на дверь или поставить на стол на праздничный по центру, чтобы, как помните, я рассказывала о свечах Адвента, чтобы поставить по центру эти свечи и уже их зажигать. Такое вино, кстати, вы можете сделать собственными руками, со своей семьей, и это довольно увлекательный процесс и совершенно несложный. Потому что эти шишечки можно приклеить с помощью клея пистолета. Ну, а гирлянд у нас у всех много дома, поэтому можно на любой вкус и цвет. А, допустим, если вы хотите сделать такой припорошенный снежок, то это просто берете кисточку и красите белой краской. Все элементарно. На этом у меня все. Я вам желаю приятной подготовки к Рождеству. И было бы очень здорово, если бы вы тоже поделились своими какими-то семейными традициями, как вы встречаете Новый год или Рождество. И увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока!